Трансляция Трансляция Пожалуйста А нехера было по лесу гулять, дебил? Дочь, кто гуляет по лесам? Или ты здесь с утра сидишь? Ну скорее, черт возьми, я чувствую ногу А я люблю издеваться над людьми поддонок Что ты делал здесь? Кого ты ловил? Прости, не та кнопка Я же когда ты сдохнешь Потерпи, тяни, тяни, я чувствую Я чувствую твою силу О, подоился Боже, у тебя получилось Ну что, так полегче Мне надо перевязать догу Я думал, что это конец, мужик О господи, как больно Бери в награду из моих вещей все, что захочешь Хочу твою девственность И револьвер твой Что у тебя есть? Экспресс-патроны В душе не чаю, что это такое И еще патроны У тебя были только патроны В городе, наверное, животы И со смехом дорвут Да Конечно Со смеху Когда узнают, что я тебя убил Ты больной, ублюдок Что, не нравится, когда оружие тебя заставляют? Думаешь, зверушку в лесу нравится, когда ты капканы разставляешь Это ведь ты, поддонок, поставил капкад Ты хотел кого-то поймать, признавайся Не признаешься? Думаешь, у тебя яйца большие? Посмотрим Насколько у тебя большие яйца Вот так вот, ублюдок Посмотрим, что ты от меня прятал Наверное, еще и приманку какую-нибудь Браконьер Конечно, сильная приманка Я так и знал, что ты охотник У тебя даже лицензии нет Поехали, моя верная лошадь Поехали, моя верная лошадь Заметьте, даже очевидцев не было, потому что я все сделал правильно Карба такая штука, она обязательно придет, она обязательно докажет Что бы ты ни делал Подумайте Не оформил подписку на канал Клитыство, да Карба обязательно с тобой вернется И напомнит тебе Чего ты стоишь, поддонок Это территория Лимойн, я провел здесь с детства Я знаю все в округе Но в истории своего детства я вам рассказывать не буду Вы к этому не готовы Вы слишком пусть Так вот, на тему симулятора катания на лошади Очень многие люди говорят Какого черта, я купил игру за 4000 и все что я делаю я скачу на лошади А нахуя ты покупал игру про ковбоев Ты что, думали на самолетах будут летать Понятный дел, что открытый мир Ты же не пешком будешь передвигаться Ты хочешь, чтобы каждые две минуты, что ли, квесты Сыпались тебе на голову, придурок Ты должен кататься и получать кайф от этого А если у тебя яйца маленькие, то нехер вообще садиться на лошадь Достали дытики Только и делают, что дуют Все у них в жизни не так Игры ничем, блядь Показали, значит трейлер нового фоллаута Они такие, ну это не фоллаут Да, блядь, это не фоллаут И я говорю, что это хороший трейлер Какого хера ты приперся вообще своим комментарием Ну срешь мне Отличный, блядь, трейлер про друзей Вы скажете, что, блядь, война не меняется? Война, блядь, поменялась Теперь можно войну устраивать где угодно, нахер Война, давай Даже лошадь моя возмущается Но трейлер-то хороший был Уранец именно тоже сдавит 50 долларов тому, кто скажет где я Да вы меня никогда не найдете Потому что я мастер в перевоплощении Ирака меня уже никто не узнает Что ты мне ставишь смайл смешно смешно Метеора, метеора Ты думаешь, у тебя оригинальный никнейм? Ты что? Ты думаешь, ты мастер шуток? И типа такой, приходишь в чат Слышишь какие-то шутки И думаешь О, смотрите, какой натужный юмор Смотрите, хлоун сидит перед микрофоном Я клятый, вот мать твою А ты заткнись нахер Круг подсчетов Пошути про меня Джаст артефакты еще не вышел Хер лишь про тебя шутить вообще что-либо Но когда выйдешь, получишь Получишь свои заслуженные оценки Тогда и будем шутить Конечно, конечно О, вот и мой добрый друг Артур Келлахан Ну, здравствуй, придурок Он охотник И он очень хорош Артур, я полагаю, ты не успел познакомиться с этим мистером с сексуальными усами Извините, Шериф Грей, конечно же Как вы живете, сэр? Без жалусь, блять Опасная у вас работа, неужели? Я думаю, у вас опаснее Можете не разыгрывать это Цирк, жизнь, может быть, несправедлива Это точно И ни один человек ничего не должен другому Нет, сэр, только подписку Конечно Мне кажется, эта судьба сурово с вами обошлась Когда вы потеряли работу Но здесь в Ротсе найдется работа для честных людей Да, держи, попей Слушайте, крепкая штуковина Вы выглядите довольно неплохо Да, прошу прощения Сейчас Мне нужно выйти Я же говорил, что мы сделаем карьеру Помощники Шерифа Я окончательно спятал копание этих пьяниц, недалков и рабовладельцев Мы честные воры с тобой Просто обязаны стать поборниками барами Ох, Шериф Грей, вы вернулись А, слушайте В этих лесах кто-то варит самогон Я отсюда прям чувствую Из-за этого страны это репутация всего округа Что отличается доходов Может, вы, ребятки, вырвите эту заразу с корнем Мне нужно посидеть Никаких проблем, сэр Совершенно никаких Сейчас же этим займемся Вы в надежных руках Они зря тратят время на пропаганду трезвости Хорошим человеком выпивка никогда не притупляла чувств Артур, ты поднялся с помощником Шерифа, а мы с Биллом двинемся следом Залезайте Поехали Сейчас я, блядь, залезу Главное, что повозка не развалилась Как вас делать? Неплохо А ваш друг код как? Взялся за... Да, кажется, воду свал Урок в скобочках нет Поздравляем, вы временно стали побочником Шерифа Многие города делают грязную работу руками охотников за головами Шериф Грей считает, что закон должны блести законники И еще, тут принято слушать старших по званию Работа опасна, но вы просто держите с меня и все будет в порядке Конечно, сынок Арчибальд хочет напомнить, что он здесь главный Ты понял, да? Конечно, конечно А кто же еще главный? Конечно, самый главный Арчибальд Ребята, вы будете вести себя хорошо, замолнил словечко за вас, шерифом Мы это оценим, Арчи Я хочу, чтобы всех нарушителей законов сдернули, но вы должны сначала их поюбать Это не просто смогольщики, это брейтруты Я вам не рассказывал о них, конечно, рассказывал Старая семья Хлопковых плантаторов У них был хороший бизнес Теперь они варят самогон Их десятиллярды спрятаны по всему Ливойду Как только мы ломаем одну, тоже где-то еще появляется другая Это как В королевские битвы Она подоедает, сразу вторая появляется У нас нет времени Мне некогда заниматься подобными проблемами Я думаю, что Кэтрин Брейтвитт увлекается дорогим хобби Она разводит дорогих лошадей В общем, я слышал, что эти семьи вольют между собой за золото Ну вот, это слухи Но такие слухи тоже ходят Игры и Брейтвуны В общем, да Они что-то друг у друга украли И теперь Просто это ругается Нелегко быть богатым, да? Наверное Это значок к лицу, а мистер Уильямсон Да Да, да Мне тоже так кажется При этом снова Послужить своей стране, да? О, я бы так не сказал Вообще бы так не сказал Ты что, не патреон, что ли? Эй, стойте, стойте, стойте Видите эту повозку? Здесь нихера не вижу А, вот повозка справа Точно Вижу Я по 10 таких повозок вижу Пока 30 минут скачу из точки А в точку Б Преклятые мухи, клянусь Здесь много говна, раз здесь так много мух Ты мог бы попробовать и мыться Ты думаешь, это от меня, мухи? Пошел ты Ну и что здесь произошло? Я нашел труп, шериф Это произошло недавно Да, именно поэтому у него лицо уже белое Наверное, 10 секунд назад произошло Подойдите сюда, посмотрите, что я нашел Сталин, спасибо за прайм-сап Смотрите, костюм и галстук И одна пуля прямо в лоб залетела Готов поспорить это Дело руконалетчиков из Лейбойна Да, я с ними уже сталкивался Они меня убивали раз 20 Давайте посмотрим, нет ли у него паспорта Окей Ладно, я думаю, что пора Я пришлю сюда кого-нибудь, чтобы забрали тело Ну ты, Сыклоч, можешь только посмотреть, как он оглядывается по сторонам Настоящий клитый, что вот не будет смотреть по сторонам Я рад, что с тобой, Арчи Бальц Он всем растолкует, кто здесь главный, да, Арчи? Так, конечно Может примите по воде? Чё, настолько руки дрожат, уже не можешь по воску вести? Ну ты чмочник, конечно, смотри, как я могу Не, не страшно Все будут знать, что мы едем Кажется, они уже узнали Вы совершили преступление на глазах у помощника шерифа Ну нихуя себе Выстрелить в воздух, это значит Совершить преступление Ну давайте посмотрим, что у нас там за контрольная точка такая Примите по воде? Конечно, конечно Мы так долго сидели, что уже даже утро наступило Поехали Итак, Фредерик Митчелл, член законодательного собрания штата Леймо, бедяга Да, всё это дело явно похоже на лётчиков Куча одноархистов в наших военах безо всякого уважения к закону Это уже седьмое убийство госслужащего в этом году Да уж не самая приятная публика Для перекрёстки поверните долево Охуенно повернул долево Мой дядя всегда говорил Родился в дерьме дерьмо бы и умрёшь А уж он-то в жизни разбирается Был священником и шерифом И мальчиков выносил ло Бог любого матроса перепить в лёгкую Правда, да, ладони у него была крошечная, как у ребёнка, с чего бы Но, в любом случае, это говорит о том, что за люди эти брейтвейты Вздумайтесь только Разве нормальная семья может назвать её брейтвейтом Еле, блядь, выговоришь Я бы точно не стал себя так называть Ну вот О чём я говорил? У меня уже от страха поджилки трясутся Кажется, про семью свою Меня тощит Я что-то на завтрак съел Ну и сходи в кусты и просрись Мы пока сделаем за тебя всю работу Значит, мы их арестуем и прикроем эту лавочку раз-сюда всегда Ладно, надо посмотреть, с кем мы тут имеем дело Посмотрите, какие яички Следуйте за оптимально Да кем он себя взобнил Помощник шерифа Ведёт крутых дядек в бой Да он при первом же выстреле обоссится Вы видите, видите? Я вам что говорил? Ну что я вам говорил? Вот он уже хочет сбежать Я говорил, что здесь полно паразитов Посмотрите Меня уже бухи облепили Тебя бухи облепили, потому что это говно Знаете, моя тётя, кстати, живёт в Париже Ну, как я... Почём тут, блядь, твоя тётя? Вы на дело Идём Заткнись уже и говори, какова установка Давайте разделимся Артур сбил Я не хочу с этим дебилом вообще что-либо делать Идите, короче, до правого, до встречи мужики пойдут налево Мы возьмём правильный Давайте остановим Эти бухие дегенератные тэкс-доджеры Эти бухие Тише, тише Помнишь, что он сказал? Они нужны нам живыми Просто вырви их и свяжем Я вас понял, помощник шериф Уильямсон Вот срань Теперь всё пальто будет в теребет Белл Белл, я со всем разберусь, иди нахер Хорошо Я достал свои ножи и выдвинулся на охоту Я представил себя хищником, который сидел в кустах Я был готов унизить любого И мой первый меткий выстрел пришёлся по этому парню Что за нахер, подумал я Шериф опять недоволен Вы убили одного из самогонщиков Ну и какая хер разница А что мне с ними нужно было делать? Спаивать что ли? И тут плётку заело Так вот окажем этих грязных дегенератов И неплательщиков налогов Как они вообще могут сидеть на пиратской винде И использовать пакет программ Adobe Накачали с тарантов, ублюдки Ненавижу таких Ваши вреда уже давно прошли Дайте себе работу, блядь Купите нормальный лицензионный Windows Сука, чтобы он во время игр Вот фортнайта Выскакивала какая-то табличка И всё у вас зависало нахер Фу-фу-фу Помой язык с мылом Жопу себе помой Понял? С мочалкой С такими жёсткими ворсинками Чтобы ты вышел из души У тебя жопа горела Не притворяющее тебе дравится Ты сам взахист какой-то Твоё эго просто не даёт тебе нормально сидеть и получать удовольствие Не обязательно нужно что-нибудь выстрелить чадис Смотрите, он ругается Давайте мыло достанем Мыло тебе в жопу нужно засунуть Получаю удовольствие, мать твою сказал тебе Мне нужно было помочь Биллу вырвить самогонщиков Не поднимая шума Поэтому на этот раз ножи я припрятал Я обожал стелс-миссии Было очень жарко Такое ощущение, что я оказался в тропиках Мне очень хотелось снять своё пальто А также рубаху да и штаны с трусами тоже хотелось снять Ну а тут я подумал, что ребята меня не поймут Играла напряжённая музыка Она как бы подсказывала, что нужно действовать скрыто Твою мать, слушай, я же прячусь Какого хера иди Что? Чё тебе нужно уже, а? Чё ты ко мне бежишь, ублюдок, мать твою? Вы попались на глаза самогонщиков Я не помню, вы самогон варите или вы смотрите по сторонам Определитесь уже Ну так вот так они и пошли направо Может быть мы тоже направо пойдём уже Помнишь, что он сказал? Они нужны нам живыми Я тебе в третий раз уже говорю Ну что ты мне такое вообще говоришь? Я сам себе Хозяин Чё хочу, то и делаю Это всё ваши дебильные ограничения Стройте из себя тут Агентов фишеров Мы ковбои, блять, или кто вообще? Погоди, пусть они пройдут Сядь никого не догоним Хватай второго Ты, может, меня поменишь второго-то? Их здесь трое Ладно, один ушёл, этим я займусь Подонок, а ты слышал, что курение убивает? И деревья тоже И деревья тоже Чёрк-то ты идёт, не высовывайся Да ёб твою мать Ты мог раньше сказать, что кто-то там, блять, выходит? Свяжите лежащего бессознательного самогонщика Говно, вопрос Иди сюда, сладкий Как же у тебя воняет спиртным Ты же самогонщик, оно и очевидно Поднимите самогонщика Кто это тублюда, который даёт мне команду? Свяжите, поднимите Я сам со всем разберусь Отнесите самогонщика к повозке Какой, блять, повозке? Что за копник стримит? Гопник, блять, твой сосед, понял? Услышишь стук, бойся Покрывай себе потом, потому что я твой сосед Гопник, и я приду за тобой А миссия-то оказалась крайне проста Нужно было просто Гопануть самогонщика Связать его и Донести до Повозки Главное сейчас Не довернуться Ну всё, теперь у нас достаточно Самогонщиков, чтобы варить свой собственный самогон Кажется, это всё Ну И что нам делать прямо сейчас? Всё это лучше уничтожить Ваши люди со взрывчаткой обращаться умеют Конечно Но все кроме него Наверное, речь про меня Прикрепите динамит к дистиллятору Я предпринял Да, я уверен Ну, эм... Что бы выбрать динамит, откройте селектор оружия Селектор оружия, здесь говно, конечно, люто Вообще неудобно пользоваться Клинтвист, если бы увидел, бы Горобу, блядь, перевернулся Легендарный ковбой Прикрепите динамит к дистиллятору Это колда, что ли? Не понял? Дожмите R2 Подожгите Артур, ты ведь уже почти закончил? Да, я почти закончил Блять, твою мать Но зато это было круто, потому что настоящие божигенька и смотрят на взрыв Черт, там люди, ну что поделать? Я бы из Валентайна услышал этот взрыв Я вальяжно достал свой ствол и... Пошел в сторону выстрелов Я очень надеялся, что мои коллеги, друзья, товарищи уже смогут справиться наконец-то хоть с кем-то Мне вечно приходилось вмешиваться, потому что они не попадали Это самые лучшие стрелки на Деньком Западе Посмешище Смотрите, он стреляет уже в пятый раз и не попадает Устраните долётчиков Мне самому приходилось выполнять опасное, особо опасное задание Я просто обходил их, а они обходили меня Иди на хер Ты еще будешь просить меня прощения за... Сука Да ёб твою мать Говно какое-то Опять плётку заживало Бекайт, плезревает Так вот, нам нужно было устранить налётчиков из-за Ле-Бойда На этот раз я не выёбывался и решил занять прикрытие Тоже какой-то ублёнок угнал у меня лошади Я не смог вовремя взять свой Винчестер Тактика была схожей, я должен был обходить эту шлупень Бизнес? Твою мать, твою мать говно! Мне нужно было срочно литироваться за палатку. Они наступали по всем направлениям. Эти самогонщики были очень хорошо выражены. В какой-то момент я подумал, что у них крайне забористый самогон. И что специально туда сел ублюдок, чтобы продемонстрировать чудеса физики. Нахер нам тут твой дым не нужен, так же, как и яйца. Вы же серьезно думаете, что я буду яйца разглядывать? Это был хороший выстрел. И еще один хороший выстрел. И еще один хороший выстрел. И еще один хороший выстрел. Я ненавижу ублюдков, которые ноют. Ты его не залутал, ты его не залутал. Блядь, купи себе игру и лутай сколько угодно. Драть хоть 20 часов на лут. Мне насрать, я клетистов. Мне не нужны дополнительные патроны. У меня всегда есть, они в лагере. Билл, я, блядь, тебе дядька, что ли? Ты что, не можешь сам за себя постоять? Крутой ковбой и нахер. Говно жопа. Да что же это такое? Билл погиб, тот погиб. Этому жопу вытри. Этому писю вытри. Да что ж такое вы? Ковбой, блядь, или кто? Ковбой, блядь, или кто? Билл, давай поменяемся пушками. Мне кажется, она мне больше нужна, нежели тебе. Пожалуйста, не мотерись. Так, много времени вообще не мотерись. Тебя смотрят дети, мудак. Сап, мудак, пошел дайкер отсюда. Ты бародировал, блядь, что ли? Замечательная игра, крайне реалистичная. Я начинал 20 дырок в его теле. Я готовлю тебя. Я готовлю тебя. Продолжение следует... 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 Мы выполнили еще одно задание. Следующий был квест от Молли Оуши. Ну, что я могу сказать, связь, конечно, говно. В Диком Западе был очень плохой интернет. Я еле встал с колен. Но Клинт вернулся, так что можете написать сейв в чате. У вас все хорошо. Вы сыты. Вы хотите зрелищ экшена. Да, все замечательно. Я надеюсь, что этого больше не повторится. Рад тебя приветствовать, граждан. Баблюдский турнир не помешает нам стримить это великолепие. Красный Мертвый Возвездие. Продолжаем. Реализм. ПОИЛЬНЫЙ ПРОДОЙ СОБРЫЕ. ПОИЛЬНЫЙ ПРОДОКУ. реализма в этой игре. Мне вообще не всрался этот реализм. Я хочу играть и получать удовольствие. Я понимаю, что маленькие яички коня в условиях низких температур это действительно весело и клёво. Отличный маркетинговый ход, но они меня всрались. Я не буду смотреть на яйца коня, когда я скачу со скоростью 50-60 километров в час на своем скакуне и стреляю по супостатам. Сами смотрите на ваши яйца. Возвращаясь к вопросу обо всех этих непонятных индикаторах слева над радаром. Я до сих пор не понял, а 30 часов наиграл и до сих пор не понял, что значит сердце внутри, когда оно белое, когда оно красное. Это ободок, который заполняется то до 60 процентов, то до 40 процентов. Тебе нужно есть, пить, жопу мыть. Зачем мне это все здесь? Да, окей. Вы можете сказать, что таким образом ты погружаешься в мир дикого запада. Ты чувствуешь атмосферу, ты чувствуешь запах. Да, блять, я чувствую запах, когда я зажимаю два соска. Действительно перехожу в режим ведьмака и я чувствую запах. Я только его чувствую, но я его вижу. Это конечно клёвая механика, но она мне нахер не всралась. На самом деле это жутко утомляет. Иногда я хочу расслабиться, я хочу погрузиться в этот прекрасный мир дикого запада. Я хочу просто сесть на соску куда и проехать 50 километров на своей лошади. Да, я хочу такую атмосферу, но не всегда. Иногда игра требует от меня, чтобы я шел на попятную, чтобы я был реальным игроком и испытывал этот реализм воочию, а не хочу этим заниматься. Что за херня ты подходишь к чуваку, который сидит на скамейке, ты стоишь там 10 секунд и уже готов набить тебе борду. Ты отпечаешь ему, бьешь его по борду, он падает, умирает и все. За твою голову уже назначили 50 долларов штраф. Какого хера я хочу отдыхать в этой игре, а не штрафы, блять, платить. Я на прошлой трансляции заплатил 600 долларов. На что я заплатил 600 долларов? За то, что я въехал в город и кому-то, грязью запачкало лицо, да меня там сами сбили на лошади. Я просто сказал ему, какого черта, парниш, он вообще мне ничего не ответил и на мою голову, значит, меня уже набрасывается за мою голову уже штраф уже не 50, не 60, а 100 долларов. Какого черта, я вам что, дядька на побегушках, я только штрафы должен платить, а почты, обратно на почту убил кого-то опять на почту. Какого черта? Я что, в бордель устраиваться проституткой, чтобы зарабатывать такие деньги? Пошли вы в задницу. Я тебя приветствую. Я тебя рад приветствовать, смайлинг тайгер, улыбающийся тигр. Как жаль, что в этой игре нет тигров, блять, ведь такой реализм тигра на диком западе 32 месяца. Спасибо, огромная водка. Я все сказал. Даже какого-то петуха из чата заинтересовались. Смотрите, как наблюдает внимательно, такой, ну что ты к-к-к-к говоришь такое, ой, как-к-к-к-к-к, интересно. Льва видел, я тоже видел льва, на самом деле, и пуму. На ПК-версии этой игры. Так вот. Так вот, история продолжается. Вы любите симпатичных женщин? Я тоже. Это не такая, очень симпатичная. Да, мисс Ошши. Я видя просто больно. Насадная ошибка. Игра уже подсказывает игроку, что с женщинами лучше не общаться от их одни проблемы в играх. А что если мой мужик изменяет? Вот скажи мне, Артур. Что если он сейчас трахается с кем-то? Ой, извините, мисс Ошши, что не надо? Я принес дар, великий дар знания, с большой буквы. Значит, тебе кто-то дал наводку, и ты допился, да? Извините, мисс, сами решайте свои жизненные проблемы. Слушай, я с тобой больше сотрудничать не буду. Ну, дайди какого-нибудь другого билла-дебила для выполнения своих дебильных квестов. Что тебе надо? Мы можем организовать налет. Артур против. Я... Я насрать. Да можем и налет организовать. Ладно, хер с тобой, старик. Что ты перед парнями? Давай. Давай устроим налет. Ребята, соглашайтесь, давайте все втроем, точнее, вчетвером пойдем на налет. Либо сейчас, либо никогда. Бог, помоги мне. Хорошо, я сделаю. Ну, что это? Телега, на которой везут зарплату для рабочих, для работяг. Она недавно гастрится без охраны. Когда будет проезжать перекресток, вот тут мы и обрушимся. Потом она, кстати, присадится к каравану. Это прям очень легкая добыча. Ну, слушайте, если нам заплатят, и нас не подстрелят, то почему и нет? Ты больной человек, Артур. Очень больной человек. Это стримеры, больные люди. А этот человек нормальный. Ну же, жалкие ублюдки, поехали. Как ты про это вообще пронюхал, старик? Мы же здесь недавно. Но пока мы там рыбу ловили, я устанавливал контакты и занимался делом. Пятейный дом искал, что ли, ближайший? Слушай, если деньги не нужны, то заткнись нахер и свали к своей бабочке. Сделай себе выложение, а? Слушайте, хватит уже сраться, мужики. Слушай, хоть раз, поверьте мне, я занимался этими делами, когда мы, парни, были еще от горшка два вершка. Так что ты там планируешь, расскажи. Я же говорил, каждую неделю тут проезжает повозка с деньгами. Всем рад отсюда, они меняют конную охрану. Но первая повозка какое-то время едет одна. Рад тебя приветствовать. Приветствую, батюшка Калаврат. Спасибо за второй месяц. Дайте все баски. Твоя баски, кстати, уже вводяло. К тому победу. Да где твой Карават? Скоро, скоро, потерпи. Спасибо. Куплю себе бодрящую нюкаколу. Тут кассеты ВХС проходили. Озвучку обронили. Никто не видел. О чем ты говоришь, женщина? Какая озвучка? Остановите телегу. Та самая телега с двумя... Брать тебя кроватами? Это не та телега. Ваши документы в порядке. Выходите. Не делай глупостей, и мы не причинем вам вреда. Ребята, это ошибка. Мы, да, керосиновую фабрику работаем. И мы видим Левитикус Корнвул. О, круто. Вы знаете их? А кто ж не знает? Я слышу, что у него так много денег, что он даже и не заметит, если мы заберем себе немножко. О, он еще как заметит. Проверьте груз. Аж там еще и груз есть. Артур, помогите мне. Хорошо, хорошо. О, хорошо. Здравствуйте, твит. Теперь 24 роумер. Спасибо за 17 месяцев. Слушай, может, ты не поможешь? Ух, я не давай помогу. Давайте посмотрим, что там внутри. Наверное, карты 28 из РТХ. Прекрасно. Теперь я могу играть в игры с лучами. Хотя они мне нахер не всрались. Черт. Эй, кажется, я что-то вижу. Их там грабят. Артур, бежим. Уйдите с бандой от преследователей. Замечательно. Должны были грабить мы, а теперь грабят нас. Ну что, ребята, кто из вас самый быстрый комбой на Диком Западе? Парни, нося в ноги. Рад тебя приветствовать. Молодец, дядюшка. Нашел самый охранимый в стране телегу, Диббел. Откуда мне было ждать? Ну же, надо тихо оторваться. Может, я не буду доставать пушку. Скорее, ребята, уходим. Таблица ТВ с двадцать девятого месяца. Замечательно. Чем вы еще удивите? Сукиные дети, они не отстают. Куда мы едем? Подальше отсюда, что за идиотский вопрос. Входу, ребята, давайте. Там слева какой-то ублюдок прискакал. Только пора доставать. Все, обрез. Жуй, свинец, падла. А ты можешь быстрее сказать, заткнись нахер улицу? Я не могу скакать и стрелять. Оторвемся от них и вернемся в лагерь. Нет, нам нужно где-то переждать, иначе нас выследят. Все. Хорошо. Как скажешь. Хорошо. Давайте здесь прячемся. Быстрее. Ваши документы в порядке. Проходите. И еще бы они были не в порядке. И вот нахер тебя выгнал из убежища, Кирлир. Оторвемся, пока в твое утро. А потом мы выйдем отсюда. Чарльз, постой за сражение. Хорошо, а мы типа передохнем, да? Они отдыхали до вечера. Ладно, кажется, достал момент выбираться отсюда. Вот дерьмо, а ну самое, заткнись, старикан. Слушай, я же видел эротический сон. Да, да, срать, смотри, там кто-то с фонарями. Иди сюда, посмотри. Давайте сохранить спокойствие. Не стреляйте, не стреляйте, мы просто проверим, не стреляйте. У меня ничего, ничего нет. Зачем вы пришли? Сидите тихо. И ты что, ничего не слышал? Я, я. Головка от хуя, дружище, давай ты мне просто расскажешь, что ты слышал. Ну же, давай, рассказывай. Да я не... Ну, я просто слышал какой-то шум возле хлева. Это точно был не я. Очень, это надеюсь. Ладно, ладно, Куперфорд. Лоу, идите закричься в этот хлев. А кто что, сэр? Сохраните спокойствие. Клинт Мамкин Исфорд. А ты кто такой Фром Милан? Создал себе никтейм, думаешь, итальяшка, что ли, сидит в чате? Каждый день, наверное, по Милану ходишь, покупаешь себе шмотки. Итальянец Херов. Ну, вроде бы, никого не видно. Можно я слышу? А можно, блядь, не смотреть мой стрим? Иди нахер отсюда, ковбой Херов. Я сказал, сохраните спокойствие, он нас не найдет. Да, вроде здесь ничего нету. Пуш, там брех старый. Вряд ли они здесь. Я даже лошадей не вижу. Какой ты сегодня классный, не подлиживай. Говно. Вот, началось. Кажется, мне выдали нормальное оружие. Схватите их, парни. Этих парней вы не сможете схватить. Эти парни умеют себя постоять. Отойди, блядь. А можно камеру не сжатать, пожалуйста? А-а-а! Самое время ограбить. Молодцы да, Билл! Задимать ведра тебя тоже в армии научили. Заткнись, я бы я вообще приспичил... Офигенно тебя приспичу! Как бы мы остановим пробить поранину. Я не знал, что мы будем пробить пробить поранину. Билл, давай, давай работай! Они повсюду, они окружают нас Мне хочется очень много людей И они явно хотят нашей смерти Они все нападают с юга Твою мать Что за всратый тир? Да заряжайся ты быстрее, бать твою Держитесь, парни, я чувствую осталось немного Хотя, дед, я вас обману Консольные шутеры, сранки оспортишь, ненавижу Нас подожгли, мужики, здесь становится очень жарко Все, я официально ухожу на покой Стоять, ублюдок, это ты нас втянул в эту заварушку Все, кто-то еще вздохнет? Я, ты, ты, ты Дадим пахнуть свободу Мы не выйдем скоро, мы тарелку! Поехали в лесу! Где мы идем, Билл? Мы пытаемся его потерять в лесу! Мне нравится мои истории, больше их тоже не слушать! Это не истории для мальчиков, которые зашли на Твич посмотреть игровые стримы! Это стрим для следующих мужиков! У которых на трусах дырка! Настолько долго они сидели на своих диванах и в креслах! Этого старого дурня нельзя оставлять одного! А чтобы опять его потеряли, говно! Что с тобой не так, хер? Билл, пойдем! Это был твой план, да, разделиться, чтобы нас не нашли! Давай тогда по реке пойдем, чтобы собаки нас не учуяли! Смотрел фильмы? Спрячьтесь в укрытие! Я слишком горячий, чтобы прятаться! Твой слева, мой справа, понял? Ни хера не понял, но постараюсь! Оглушитель есть у тебя? Ваши документы в порядке! Спасибо, Форкшайн! Проходи, конечно! Проходи мимо этого камня! Только попробуй нас спалить! Не стреляй! Не стреляй! Они просто пройдут мимо! Так мой слева или справа, я не понял! Не стреляй! Получай, говно! Зараза! Да твою мать, Билл! Ну ты вообще ничего не можешь сделать! Отлепись от меня! Что мне с тобой делать? Побольше тебе! Держи! Артур! Не волнуйся, если я держу твои буты, а ты? Мои они спалят! Ты сделал из этого, не ты? Ты что стреляешь? Сейчас остальные прибегут! У-у-у! Слых парней тоже без шубы не получилось! Думаю, они-то за себя могут постоять! Вот это настоящий ковбой! Кому нужен был сраный стелс? У-у-у! Все равно он здесь херово реализован! Я не знаю, куда стреляю, надеюсь, что я попал! Ну что, придурки! Не ожидали... Дать его дробь, пердак! О, Билл, смотри, мы вновь закапнем! Как старые добрые! У-у-у! У-у-у! У-у! 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 Дурак, херово, что ты стреляешь! У-у-у! Ждём рождения, мужик Лайк! 23 года! Такой большой, всё смотришь стримы! Ничему тебя жизнь не учит! Лежать, пазлот! Что-то вы же такой умный спрятался за бревновой и по тебе не попадут, да? Сейчас я попаду! Сейчас я попаду! Смотри! Вот, видишь, и попал! Все живы! Более или менее, с тобой я потом разберусь! Да вы же денег за гримлин! Да, конечно! И, видимо, большую их часть я потрачу на восполнение боезапаса! Разделяемся, мужики, быстрее! Удачи, ребята! Только не шумите! 450 долларов! Ну, знаете, одно того стоило! Я думаю, что я отправлюсь на почту и погашу все свои долги! А вы что думаете? Мы будем оплачивать наши штрафы, Твич? Или вы ссыкуды? Сними баб! Я бы снял здесь баб, если у разработчиков этой игры были яички! Побольше, чем у коня Боцефала! Проще уставить его отход кофе на Сан-Адреас! Чем кого-то завести в бордель в Red Dead Redemption! Все, мои владения! На почту, увы, очень далеко! Я не хочу играть в очередной симулятор доездика! Вот она, почта! Но, чтобы на нее доехать, нужно потратить минут двадцать! Возможно, где-то еще есть почта! Что это такое? Это ограбление дома! Шон! И Леопольд Штраус! Справа была! Вот она, почта! У нас в лагере, оказывается! Раньше у нас никогда почты не было! Точнее, это даже и не лагерь! Да хер с ней! Подумаешь, я слепой! Поехали! Вебку не завезли! Завезли, конечно! Ты же раньше молчал! Вот она! О, смотрите! Охотики за головами! Да что надо! Прости за лошадь! И с tribute! И слип! Весь эти ублюдки, которые постоянно появляются издиоткуда! Думаешь, что они самые крутые! На самом деле они действительно крутые! у них здоровья много лошади быстрое оружие хорошее и все это из-за того что какой-то ублюдок поднял на меня руку якобы не понравилось что я стою с ним на понижение 50 секунд вот это реализм что за ублюдки жили на диком западе вы не можете использовать оружие или чинить беспорядки в ровсе пока работаете по мостикам шерифа вот говно глядь а сколько стоит твоя голова она на данный момент стоит всего лишь 60 долларов смотрите еще один квест сначала бы оплатим штраф кстати он должен быть здесь где-то неподалеку этот человек который принимает деньги должен быть очень богатый человек очень много бабла доварил за эти несколько дней с момента выхода игры потому что все эти придурки думали ахаха мы играть в гта подумаешь ученик беспорядки а потом просто просто смоемся до нихера подобного будешь потеть здесь еще неделю чтобы оплатить все это дерьмо билеты на поезд я хочу выплатить штраф он ума и что мне много денег заткнись 110 баксов ты хочешь я оплачу за всех за все беспорядки которые были очередны на твиче в последнее время и добитых отсылок у бай ты что гей точно гей ковбоя гей мы почти бою почти не сексис знакомиться на лавке давайте проверим как у него дела чё вам нужно вы в порядке я нормально выгляжу нет ужасно вы что бывший ютюбер смотри на меня я не к чему я был когда-то популярным ютюбером Джереми Карсон меня зовут ну здорово есть чем хвастаться еще много проспотров собирали миллионы миллионы а что потом случилось я стал никому не интересен всю свою жизнь работал на ютюбе всю свою жизнь а я долго чего воровал это все неважно теперь живу в говне сочувствую тебя мой старый дом дом который построил мой дед он обвенчал и развалился теперь он принадлежит в банку весьма прискорбно ты такую мать жизнь я должен был прожить понимаешь да я тоже если бы только я смог вернуть себе свои вещи личные реликвии там часы револьвер учет книгу женщину популярность подписки ты немного хочешь старик знаешь в банке сказали что у меня больше не появлялся слушай если я буду в той стороне я что-нибудь придумаю время-время-время-время-то ад особенно время которое ты тратишь на то чтобы наскакать до точки б из точки а я тебя ждать не знаешь ты меня в виде своей дорогой ковбой примените оружие запрещено это квест для пусик я вообще туда не хочу ехать давайте давайте вот сюда отправимся к леди что за гейская озвучка это не гейская озвучка ты лепрекон это ты гейскими вещами занимаешься вечером перед сном а мы здесь серьезные игры играем и молния вспоминаем а ты иди своей дорогой петух а в других чатах тему спишь что ты олд говно ты а не олд истинный олд сдать что это зазвучка сейчас все такие олд и кто хотя бы слышал хоть одну секунду этой озвучки из 90 такие да да у дижи ты говно иди отсюда петух а сами-то даже ни одного фильма не смотрели в петухе просто им стыдно это стадо они хотят до волне ёб твою мать что за херня такая смотрите куклу в клан тише тише друзья мои прошу вас тише сегодня особый день вот это серьезные ребята вы все знаете что мы должны снова добиться влияния и благоразумия сегодня научу вас накручивать прайм подписки на твиче из-за идиотов заседающих конгрессе нас становится все меньше и меньше но сегодня наши ряды пополнится долгая лиги ибо вы примем у нового брата в наше святое дело ходи из-за спасибо фонтанка входи только не глубоко выйди вперед и приклади колени и желаешь придать свет прайм-лайт да сэр а вот так вот большое спасибо и нравится беда публика россия ярко вечный свет твою мать это как будто outlast 3 сука то кто-то сгорел бегите идиоты я помогу ему я помогу ему секунду сейчас я вам помогу нет я уже ничем не помогу ну что ж вы за кредиты такие братва ну нельзя же так и ты просто стоял и смотрел как человек погибает и ничего не сделал а что мне нужно было делать убить его что ли вот так вот как я тебя убил давай беги отсюда улух я пошутил ты никуда не убежишь ублюдки привет здесь стал спасибо за 6 месяцев интересные кино а вы все симулятор лошади до симулятор лошади смотрите как много интересного преподносит эта игра вы просто сидите на жопе вам бы лень посмотреть по страну куда ты пошла ты боишься огня да кстати опять то тема реализма это неплохая тема лошади боятся трупов боятся огня не всего боятся это твой основной транспорт между прочим ноги сейчас сидят и думают а что вообще-то произошло с этим крестом с этими людьми в масках а я вам скажу они докручивали prime sub они воровали карты и докручивали докручивали стримера подписывались бесплатно на канал ублюдки божья рука их повергла в хаос потому что жизнь жить нужно по правде по справедливости они как купыри которые многого добиваются путем аббада вот его лагерь кстати мы его прокачали после личного досмотра паладин убежище выдаст вам документы на гражданство конечно выдаст снимайте штаны я тоже посмотрю вдруг вы что-то решили пронести в наше убежище не уж то подкупить хранителя убежище вздумал спасибо в йодэ пасека за самый лучший стрим не подлизывай это не лучший стрим это гава баба есть люди которые не понимают что такое образ привет надеюсь что не докручек руха эбаска в данный момент рагу готовится я твой потратил тысячу долларов на апгрейд этого лагеря почему каждый раз когда приезжаю вы мне говорите что рагу мать его готовится я пожертвовал вам 50 сука шкур медведей олени зайцев флис скутсов шкуру праймов кого только я не жертвовал каждый раз когда я приезжаю в этот долбаный ссад и лагерь вы говорите что рагу мое не готов я просто пожрать блять хочу флис 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 Субтитры создавал DimaTorzok